МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапа-регион, в студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Ближайшие несколько минут о главных событиях прошедшего дня. Ей надо помочь, чтобы ей сразу не отказали. Прием по личным вопросам, с какими проблемами идут анапчане к голове города. Для того, чтобы выявить на ранних стадиях нехронические использования. Бесплатная динспонсоризация. Как изменятся медосмотры и есть ли смысл проходить обследование. Она заряжает энергией своей окружающих. Лучшие люди Анапы. Энергия и энтузиазм председателя лучшего ТОСа Кубани. Новый формат празднования дня города, борьба с вандалами и ликвидация амброзии. Сегодня эти вопросы обсудили на общегородской планерке, которую провел глава Анапы. Подробности у Никиты Бойко. Уже в конце недели Анапа отметит День города. В этот раз в организацию празднований были внесены существенные коррективы. Теперь во время главного вечернего концерта ограждения с площади уберут. Никаких специально выделенных зон не будет. Жители и гости курорта станут главными зрителями праздника. Формат проведения дня города у нас немножко меняется. То есть мы ушли от того, что мы ставили, помните, стулья там по 300, по 500. Мы получали очень много жалоб. Я лично читал эти жалобы, что люди говорят, вот для себя наставили, а мы там стоим за загородкой где-то, мы ничего не видим. Поэтому мы подумали и решили, больше мы не будем этого делать. Пожалуйста, уважаемые наши жители и граждане, заходите и все смотрите. Изменится и сама театральная площадь, где развернутся основные праздничные мероприятия. Помимо благоустройства прилегающей территории, внимание уделят и тротуарному покрытию. По театральной площади мы же движемся к закрытию курортного сезона, день города. Площадь, честно сказать, в отрицательном таком состоянии, просто очень плохо выглядит. Нам надо ее мыть. Нам надо ее мыть, чтобы она была белая. Вчера мы были на обходе, приглашали компанию, которая занимается у нас по контракту мойкой плитки. Им поставлены задачи, с сегодняшнего дня они начали эти работы выполнять. Праздничные мероприятия пройдут во всем городе и сельских районах. С недавнего времени таких мест стало больше. В муниципалитете появились новые скверы и парки. К своему дню город стал более комфортным и благоустроенным. Но, как оказалось, это по душе не всем. Накануне в самом центре Анапы вандалы разбили прожектора, подсвечивающие деревья. Теперь злоумышленниками займется полиция и казаки. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения. У нас здесь по скверу стоят такие прожектора плоские, которые подсвечивают деревья. Вот вчера умельцы у нас в городе просто ногами вытоптали эти фонари, побили там, поотрывали от проводов, все. Ну вот как к этому относиться? Я, конечно, Валерий Александрович, прошу, прямо казачество, ваших казаков. Пусть вот внимательно смотрят, что происходит. Они побили здесь все фонари. Они поломали все фонари на верхней набережной, поотламывали, пооткручивали их. Валерий Анатольевич, мы там видео скинем, посмотрите тоже, помогите. Ну что это за отношения? Это ж не для меня фонарь висит. Я же для людей это делаю, чтобы это удобно, комфортно было. Зачем их ломать, отбивать это все? А вот с амброзией, которая доставляет столько неприятностей жителям и гостям курорта, необходимо бороться своими силами, даже когда речь идет об участках, находящихся в частной собственности. Владельцев необходимо найти и обязательно ликвидировать опасный сорняк. У нас в центре города, в центре города, на Владимирской амброзии, ну это же чьи-то участки? Ну пишите, заставляйте, убирайте. Люди постоянно жалуются, дышать не могут. Вам просто надо заняться этим вопросом, понимаете или нет? Объехать город и выкосить всю амброзию тогда. Пишут, пишут, пишут люди, вы как не слышите. Административная комиссия муниципалитета только за прошлую неделю вынесла почти полторы сотни постановлений за нарушение правил торговли и благоустройства. Сумма штрафов почти полмиллиона рублей. Демонтировано 34 незаконных рекламных конструкции. Сегодня стало также известно, что будет сформирована межведомственная группа, в состав которой войдут представители полиции, МЧС, Роспотребнадзора, ГИМС, казачество и администрации города. Она займется проверкой и ликвидацией незаконных аттракционов. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы землепользования. Список проблем, с которыми жители приходят к главе Анапы, не отличается разнообразием. Но каждый вопрос – это проблема конкретного человека, для которого встреча с Юрием Поляковым – шанс ее решить. Визочистую живое общение позволяет найти выход гораздо быстрее, избегая бумажной волокиты. Азат Валиев – житель поселка Пионерный Субсехского сельского округа. Еще в прошлом году там начали строительство тротуара, который соединит Пионерный и Суко. Пешеходную зону по просьбе местных жителей обустраивают местные депутаты. Однако, судя по фотографиям, качество работы оставляет желать лучшего. 300 метров тротуарного покрытия вновь нуждается в ремонте. Юрий Поляков дает поручение разобраться в сложившейся ситуации. Я считаю, заместитель главы, пригласите к себе. Два депутата с удовольствием придут. Сядьте, переговорите. Вот эти фотографии покажете депутату отначально. Я думаю, для него это 5 минут делу вот это, а навести порядок. Договорились? У супругов обросимых проблема с соседями по землепользованию. Они просят признать незаконным строение, возведенное на соседнем с их домовладением участке. Однако, такими полномочиями обладает только суд, а он как раз вынес обратное решение. Также, заявители просят установить факт захвата муниципальной земли на этом участке. С этим вопросом будет разбираться муниципальный контроль. А вот жительницу Пятихата к Наталью Кайгородцеву интересует решение бюрократического вопроса. Она не может самостоятельно оформить в собственно земельный участок под домом. Для этого требуется сначала получить право собственности на домовладение. Однако, Росреестр отказывает, так как не оформлена земля. Получается замкнутый круг. Решение этого вопроса уходит на личный контроль, управление архитектурой и имущественных отношений. Наталья Александровна, ей надо помочь, чтобы ей в Росреестре сразу не отказали. Объяснить людям, что это ее земля, что это все. Дом стоит. Также были рассмотрены вопросы по обращениям о подведении водопровода к домовладениям в сельских округах. Возможность получения технических условий появится уже в январе 2020 года. В настоящее время готовится инвестиционная программа, в которой будет установлен тариф на подключение. Городской водоканал получит финансирование на строительство сетей. Руслан Душевский, Анапа, регион. В преддверии празднования Дня города мы продолжаем нашу рубрику «Лучшие люди». Рядом с ней, говорят те, кто знает Зульфию Жукову, просто так на месте сидеть невозможно. Эта женщина постоянно в делах, будь то вопросы благоустройства станицы или личные проблемы, с которыми к ней приходят жители Благовещенской. Зульфия Керимовна живет с семьей в станице уже четверть века. Сегодня у нее масса проектов и единомышленников, которые помогают воплощать их в жизнь. В этом году фотография Зульфии Жуковой займет заслуженное место на городской доске почета. Как у нее все получается и где она берет силы, узнала наш корреспондент Ника Пастенес. Даже в свой день рождения Зульфия Керимовна на работе. С подрядчиком обсуждает объем работ по строительству нового тротуара в станице. В этом году исполнится четверть века, как она с семьей переехала из поселка Сельцо Ленинградской области в Благовещенску. Поначалу работала заведующей социального обслуживания на дому в станице, а три года назад решила заняться и общественной деятельностью. Координатор территориальных органов самоуправления Благовещенского сельского округа всегда готова прийти на помощь. Главные ее соратники – супруг и дети. У меня муж, это мой первый помощник, он меня всегда поддерживает. В этом году нет, в прошлом году у нас вот так получилось, что летом больше месяца все дети были здесь со своими половинками, с друзьями. И у нас каждую пятницу, я говорю, так, дети собрались, мы идем на субботник семейный. При том, что никто мне не сказал, к ним, которые приезжали друзья. И мы брали мешочки, надели перчатки и пошли, убирали и с удовольствием. И сейчас мой сын приехал и говорит, мам, а сейчас у нас памятника и субботника не будет. Я говорю, будет сынок, ну чуть попозже. Поддерживает полностью, вот сто процентов поддерживает. Без поддержки, наверное, семьи ничего не получится. Поддерживают во всех начинаниях Зульфию Жукову и жители станицы. А в прошлом году территориальный орган самоуправления, который она возглавляет, был признан лучшим на Кубани. Общественники совместно со станичниками провели полтора десятка субботников и разбили порядка 30 клумб. Привели в порядок детские площадки и памятники. И это лишь малая часть сделанного. Она всегда была очень привлекательная, она доброжелательная. Самое главное, она активная. В ней столько энергии, что она заряжает энергией своей, окружающих. В ней талант. Вот талант именно организатора. Сейчас Зульфия Керимовна планирует заняться парком за Домом культуры станицы Благовещенской. И здесь на помощь общественникам пришел депутат муниципального совета Николай Морарь. Уже забетонированы пешеходные дорожки, выровнены ландшафт и подготовлены площадки под лавочки. В прошлом году координатор органов ТОС выиграла грант на его благоустройство. Более полумиллиона будет потрачено на лавочки, клумбы, фонари и элементы декора. Сейчас она закупила 8 кустов сирени различных цветов. Посадить планируют сразу после дня города. Ника Пастенос, Михаил Попов. Далеко не каждый знает, что такое бесплатная диспансеризация и зачем она вообще нужна. Чем она отличается от обычного похода к терапевту в городскую поликлинику? Оказалось, что разница есть. А аргумент пройти эту процедуру простой – сохранить здоровье. Диспансеризация – это внеплановый профилактический медосмотр. Для того, чтобы сдать анализы и пройти обследование, не надо ждать повода. Главная задача такого медосмотра – как раз найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается или не обращает внимания. Диспансеризация создана для того, чтобы выявить на ранних стадиях нехронические заболевания, куда относятся ипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Конечно, онкология в первую очередь и сахарный диабет. То есть скрининги на онкопоиск – это обязательно. Это молочная железа, это прямая кишка и предстательная железа. Всеобщая бесплатная диспансеризация в нашей стране началась в 2013 году. И с тех пор, по данным Минздрава, профилактические медосмотры прошли более 87 миллионов взрослых. Врачи приводят весьма весомый аргумент для тех, кто считает это мероприятие бесполезным. В 70% случаев были обнаружены проблемы со здоровьем. А вовремя начатое лечение позволило избежать осложнений. Особенно важно раннее обнаружение для онкологических болезней. Ведь на начальных стадиях сегодня успешно лечится большинство видов рака. В Анапе ежемесячно обследуются более 800 человек. Алексей Ермак пришел сегодня на обследование добровольно. К своему здоровью он относится более чем внимательно. Есть болезни, которые не ощущаются. В итоге потом просто переходит в какую-то стадию, которая уже не лечится. Поэтому, я думаю, это очень важно. В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация полагается раз в три года. А уже с 40 лет по новому постановлению Минздрава ежегодно. Пройти внеплановый медосмотр можно в отделении профилактики в городской поликлинике ежедневно с 8 до 20 часов. По адресу город Анапа, улица Крепостная, 85. Справки по телефону 8 861 33 547 29. Руслан Душевский, Анапа, регион. Напомню, все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также аккаунты в Instagram, Facebook и ВКонтакте. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Субтитры делал DimaTorzok Попонимать, что такое надо. Мечтать о рекордах, преодолевать трудности, учиться у лучших, играть в команде, биться за свою страну и побеждать. ГТО. Подтянись в движение. Объявляется сбор средств на создание в сквере имени Павла Сергеевича Саркисиана памятного знака «Вечная память сынам России, павшим при выполнении боевых операций». Монумент посвящается боевой славе воинов, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, для сохранения и передачи потомкам, традиций верности воинскому долгу и военной присяге, при выполнении боевых задач вооруженными силами нашей страны. Родину не выбирают, Родине служат. Такая благодарная память должна жить среди людей. Она поможет нам выбрать правильную дорогу в настоящем и будущем. Памяти и памятников много не бывает. На Руси принято строить храмы на пожертвования прихожан. Для погибших героев лучший храм – это наша память о них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Российской Федерации, высшее образование и соответствующий стаж работы. Участие бесплатное. Финалисты конкурса получат Возможность принять участие в управленческих образовательных программах, стажировку в государственных организациях и ведущих компаниях Кубани, персональный консалтинг от лидера бизнеса или госуправления, комплексную оценку личных управленческих компетенций, знания от успешных управленцев Юга России, приглашение в резерв управленческих кадров Краснодарского края. Подробности на сайте лидерокубани.рф Хэштег «Лидеры Кубани» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова